Друзья, хотите узнать от людей с медицинским образованием, нутрициологов, диетологов, людей тренирующих спортсменов мирового уровня о том, что такое глютен, БЦА и о периодическом голодании? Последние исследования буквально этого года и 2018. Люди практики и люди, постоянно обучающиеся, расскажут вам в трех роликах о этих вещах. Обязательно послушайте, чтобы вы не впадали в мракобесие, которое рассказывают нам некоторые блогеры, некоторые люди, которые берут на себя такую ответственность, и смелость говорить о том, что одно вредно, а другое не работает. Смотрим. Привет, друзья. Сегодня мы снова в гостях у Стефана Диаса в Кайзер Юниверсити. И сегодня не только Стефан, сегодня в гостях у нас еще и Маша. Вы ее знаете, кто смотрел мой канал. Кстати, поздравим Машу, она недавно выиграла Олимпию, пока любительскую, но ничего страшного. И друг Стефана. Стефан его представит сейчас, потому что я не забываю, как зовут. Сложное по-бразильски имя. Но человек очень грамотный. Он нутрициолог, диетолог и ведет бойцов ММА. Как зовут? Да. Здравствуйте всем. Это наш друг Данил Дезан. И он будет сказать о своей специальности. Я буду переводить. Данил Дезан, который я работаю с спортсменами. Он закончил бакалавр по спорт. Бакалавр как... Примерно как физическая культура. Да и спорт. Физическая культура и спорт. Бакалавр по питанию. По диетологии. 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 Лучи переводится. Он... А специально специализация по физиологии. Физиологии спорта. Нутриция спортива. По спортивное питание. Тоже специалист по спортивное питание. Нутриция клиника авансада. Еще специализацию он сделал по глубокому и спортивному питанию. Как адвент, как было сказать? Ну, прогрессивное спортивное питание. Прогрессивное спортивное питание. Да, то есть восстановление питания. Как клиническое, я так понимаю. Как клиническое. Ну, как мы, в принципе, подразумеваем диетологию на основе одного из медицинских образований. Потому что сейчас очень много диетологов, ты понимаешь, да? То есть у меня диетология идет на базе медицинского образования. То есть мы это называем врач-диетолог. Врач-диетолог. Местратор в тренинг рендементах. Магистр в спортподготовке спортсмена в высшем классе. И тону-учмой дуторат в эдукационной физике в спорте. И уже в последний год в аспирантуру программа в Испании. До сих пор еще повышает квалификацию, да? Да, на PHD. На доктор-диетолог. Не, PHD, а аспирантуру. Переводится PHD в США, но кандидат наук. Кандидат наук. То есть вы понимаете, что пригласили специально людей, которые не просто будут сегодня говорить, а тема сегодня очень животрепещущая. Потому что я вижу, и вы наверняка тоже видите, сейчас в связи с тем, что и фитнес-индустрия, и индустрия питания обычного, и тем более спортивного, это уже больше бизнес. И нам вносят в умы всякую чушь. К примеру, о вреде, как это было раньше, холестерина. Хотя мы знаем, и медицина доказывает, что низкий уровень холестерина гораздо опаснее и вреднее, чем высокий. О чем мало кто знает. А сегодня мы поговорим о... Не пропустите, было два очень интересных видео о глютене и о BCAA. Именно на последних исследованиях, как вы любите. И сегодня Стефан сам предложил, и сейчас очень широко обсуждается тема, периодического голодания. Насколько это полезно, насколько это действительно актуально, и нужно ли нам это с вами принимать, применять? Стефан, дам слово. Даниэл, будем начинать. Как вы говорили о жежу интермитенте, это на воде? На самом деле, это на воде, но один из первых артиков о жежу интермитенте был в 1914-1913. А теперь все говорят об периодическом голодании, но первая статья, которая вышла, была в 1914-1914 году. Сто лет назад. Сто лет назад. Первое исследование. И на вердаде, это было отдельное исследование, когда один человек. Один человек только? И следовать один человек, один человек. А, был испытуемый, скажем так, был только один? Только один. И был диабетик. И был диабетик. Он болел диабетом? Болел диабет. Какого типа? Первого, второго? Вы знаете, типа? Я был... Инсулино-зависимый? Инсулино-зависимый. Да, да, да. Инсулино-зависимый... И вначале, когда они изучали, было проблема том, что инсулина не очень хорошая как сейчас. И они даже принимали прикол от инсулина, но не помогала так, как сегодня. И человек все время в такой состоянии. И... И... И ой, о чем он понимал? То есть, если он не успел сохранить диета, потому что инсулина не очень высокая, я буду давать у него в интервале и оставить его в интервале, и я буду оставить его в интервале. И я не могу сказать, что человек не может следить за диету, потому что организм отвечает по другой, и я буду следить за диету. Я буду следить за инсулину. Око как вы понимали? Око, око? Око, око, инсулина и в других части пластика о боже, в один момент перенят. То есть если на сегодняшний день он ходил 4.000 кг, у вас есть littерия. И, за сезон, он закончил 2, млн. потому что он не успел comer все, что он кормил в день в 4 часа. И что случилось? Когда врач начал сказать, вот, ты должен подождать несколько часов, чтобы принял пищу, а люди, этот парень, который съел, например, 4000 калорий в день, если он подождал 4 часа, 6 часов, чтобы сделать новую пищу, прием пищи, и он и л Paige мало. И он и понимал, что у человека есть purple дефицит, который умер, неaire. Готово. Важно знать, если мы сделаем эту диету, которая была сначала сода для людей, которые уже страдают ожирением, и ты хочешь чуть-чуть снизить его вес, если вы не спорте, если вы найдете много людей, которые не болеют, вы просто чуть-чуть. Это другая вещь. То есть, когда вы сравниваете часов интерметра, когда вы сравниваете расходы, результаты финального же. Наслаждения, когда вы смотрите сколько он питает в время, когда вы готовы, и когда вы Как мы планируем несколько пищев, 5 раз в день, либо 6 раз в день, маленьких пищев, если сравнить и поставить одни калории, и другие другие помогают. И вот что случилось. Поехали, что-то есть физико-туристы, которые говорили о чужом, и люди думали, что он построил этот физико-чужом. И что случилось? Несколько культуристов, которые в очень хорошей форме, начали пробовать. И люди смотрели, вот, я в парадийском голодании. О, это секрет! И люди начали следить. Но этот человек уже занимался 20 лет, у него был очень похожий физик, который у него сейчас, и люди не поняли это. Я думаю, что для обычного человека следует ему... То есть, это не очень важно. Он не будет. 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 Он не будет... Он не будет. Конец. Он не может делать внутри высокостасов attitude. Он с 끊-еятельствами. Он время или нет карты. Стоверами-чурами. Но, о чём Данил говорил, это означает, если человек должен, и потом могу ещё в следующем видео, как считать калории, сколько нужно. Ну, в принципе, человек должен кушать 2000 калорий, чтобы было на поддержании. Не потерять, не увеличивать. Если он кушает утром, ждёшь, допустим, 6 часов, 8 часов, даже 10 часов, потом кушает ещё 1000 калорий, это 2000 калорий за два приёма. Если он кушает то же самое 2000 калорий, но каждый час, либо каждые два часа, но меньшей порции, то же самое, в конце конечный результат. По сути, нет смысла морить себя голодом, да, если ты… По сути, не надо. Результат то же самое, если вы придерживаетесь калоража. А теперь, что я хочу показать. Что такое? Это на португальском, ну смотри. Бразилия. 5… 19-го года. Февраля. 5-го февраля. Сегодня можно сказать. 19-го года, это два месяца назад. Два месяца назад, исследование, да? Это Ассоциация бразильского нутрологии. Ассоциация бразильского нутрологии. Это все ассоциации, которые отвечают за страну. А, то есть, это вообще организация, отвечающая за всю страну. За питание. За питание. Они сделают по ресерп-технику. Это как… Нет, анализ? Можно сказать, нет? Position Stain. Как их положение. Как они думают. Как орган для всех нутрологов. В общем, это орган здравоохранения питания, да? Да. И как они думают. И они что сказали? Что сказали? Что сделают это периодическое голодание. Либо маленькие порции, как мы говорим, это одно и то же. Не плохо это хорошо. Как выλε А вот эта история, что вы говорили о фракционировании на протеина. Почему 40% не было лучше, чем 25%, 25%, 25%? Потому что 40% он был скретом, 25% он смог бы absorver все и aproveitar лучше. Есть разные генетики, больше существует мнение о чем, если ты сделала несколько приемов, пусть лечит, потому что больше шанс ваш организм выдерживать все. Тоже инсулина нет, это другой. И организм может выдерживать, а не сбавлять. И диафрагма не будет раздается. Ведь мы за один раз пишем так много. Вот на вашем опыте, на личном. Лично я, если я поем 4 раза в день, я могу лучше контролировать свой калораж, чем я, к примеру, голодаю 8 часов, потом набрасываю и очень много регионов. И очень главное о чем они говорили здесь. Они говорили, что если человек таки… В сервале 2-3 часа, оферта maior disponibilidade из нутриантов. И по логере, тоже говорит о том, что когда ты принимаешь за 2-3 часа, ты съедаешь каждые 2-3 часа, больше витамин и минералов организм получает. Уже для наших людей, которые смотрят канал. Спортсменам, мам, это очень важно. Конечно, люди для спортсменов. Ты будешь постоянно чуть-чуть синтез идёт, протеин, витамин, минералов, всё идёт постоянно. Значит, всё-таки друзья… А если я рассинтез гликогена, потом сделаю другое видео, как рассинтез гликогена… Так что мы получаем вывод, что для человека, занимающегося спортом, физической культурой, лучше питаться каждые 3,5-4 часа. Меньше… Больше витаминов будет усваиваться организмом. Да. Самое главное – посмотреть общее количество калорий. Человек должен пить… Две тысячи… Вы разделили это две тысячи… Пять раз будет примерно 350… Да, или на три раза даже. На три раза меньше, чем только за один раз в день, либо два раза в день. Отлично. Положение. Положение от большой орган в Бразилии. Сказали, что не надо. Наверное. И люди, которые говорят, просто либо болтают, либо деньги захотят. Деньги. И думаю, что они имеют какие-то нормы, но на самом деле смотрели, что начали уже сто лет назад исследовать это. Исследовать. Просто действительно сейчас, будучи персональным тренером, нужно же как-то удерживать аудиторию, придумывать всякие фишки. И что-то происходит… может, если это есть блогеры… Это разные вещи… Это разные люди… Какие какие-то истории… И есть необходимо, чтобы ровнить им зеленью Русские жили… Деньги… Да, перейли… Они говорят… И вот… У нас есть… И kaikki! Если у тестировать… Они общаются… В руре… И это… Они в этом suite… …на slippery… Вы просто делаем… И теми… И все еще раз… У нас есть… … Поэтому, типа, не будет. И, по-другому празднику, он уменьшает тассы тестостерона. Эта вещь должна быть в основном, потому что, когда ты видишь физико-туриста, если ты не видишь его историю, то, может быть, он будет иммунироваться. И тоже проблема, Том, что он говорил о периодическом галадане, и это связь, если уменьшение гормональной формы, уровень гормональной, падает. Когда культуристам об этом говорит, обычно они еще принимают гормоны. Это для обычных людей плохо. Для обычных людей будет плохо. Потому что культурист, который принимает, чуть меньше, чуть больше, не важно, потому что он еще принимает. А эти натуральные плохо. Вы сейчас разрушаете, потому что в России, наоборот, сейчас все пропагандируют, что это лучше для здоровья, что это повышает уровень гормонов. Так что, друзья, если вы хотите слушать действительно специалистов, люди тренируют людей, люди находятся в науке, люди учат людей, и сами постоянно учатся. Голодать не нужно. Это исследование я брал для вас. Я искал для вас. Два месяца назад в Бразилии самый большой орган для всех питания. То есть, что вы понимали, это как Министерство здравоохранения Российской Федерации? Ага, примерно так же. И они сказали, что не надо, что даже большая часть была плохо, чем хорошо. Но если человек болен ожирением, то это поможет. Если он такой-то... Если вы жирная свинья, то вам это поможет. Да, да, да. 200, 300 килограмм тогда... В России, слава богу, таких нет еще вроде. Вот. Все. Ну все, спасибо большое, Стефан. Окей. Спасибо. Придем. Друзья, всем пока. Ставьте лайки, делитесь с этим роликом в своих соцсетях и пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы обсудили в следующий раз. Давай. Пока. Счастливо. Давай, давай. Давай, давай. Друзья, в предыдущем ролике мы узнали о глютене. Сегодня мы узнали всю правду о BCAA из последних исследований, из последних источников от очень компетентных людей. В следующий раз мы с вами поговорим о периодическом голодании. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.